Рахмет Алмаз, Казахстан Республика, президент Жан Дагу, уртал коммуникация ларказмейтнен ткилий курсет лимда бастаймас, хайр лаган. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы начинаем пресс-конференцию службы центральных коммуникаций. Сегодня на повестке дня усиление карантинных мер в Республике Казахстан и профилактика второй волны коронавирусной инфекции. Позвольте представить спикеров. Первый вице-министр здравоохранения Республики Казахстан Марат Шуранов. Вице-министр здравоохранения Республики Казахстан Ажар Гиньят, а также председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан Айжан Есмагамбетова. Курмета спикерлер, алаңызға куш келдіңіздер. Ажар Ханым, алғаш сәстізгіну өзіңіздер. Курмета қалайық, курмета тіршілер, сіздерге әлемдегі эпидемиологиалық жағдайды ескерің отырып, республикадағы коронавирустық инфекцияның алдын алу бойынша жүргізіп жатқан шаралар туралы қабарлағым келеп. 21-ші қазындағы жағдай бойынша 109.766 науқас тіркелді, оның ішінде 105.301 науқас сауығып шықты, 2.662 адам емделуде. Сонғы тәулікте COVID-19-10 нәтижесімен 143 адам тіркелді, барлығы 1.803 адам қайтыс болды. COVID-19-дің пітір, теріс 36.200 ықтимал жағдай тіркелді, оның ішінде 28.318 адам сауығып шықты, 7.494 науқас емделуде 388 адам қайтыс болды. Сонғы тәулікте 220 жағдай тіркелді. Сонымен қатар, сонғы аптада ел өмірлерінде COVID-19 ауруының өсіуі байқалады. Өткен аптамен салыстырғанда сұрқаттану 12 өңірде өсіу есебінен 1-2 есеге өсті. Науқастардың ең көп саны Нұр Сұлтан – 125, Шығыс Қазақстан – 95, Алмат қаласында – 79, Павладарда – 79, Солтысты Қазақстан – 74, Харагандыда – 69, Атрау – 28 жағдай облыстарда тіркелді. Бұл жалпы сұрқаттанудың 74 пайызын құрады. Біз оқушылар арасында сұрқаттануға күнділікті мониторинг жүргізіп отырмыз. Оқушылының басынан бері оқушылар арасында КВИ-дің 250 жағдайды тіркелді. Оның ішінде кезекші сыныптарда оқиытын балалардың арасында 105 жағдай, 1426 байланысты болған адам бар. Олардың ішінде 19-10 жағдай анықталды. Қашықтықтан білімалатын балалар арасында 145 жағдай анықталды, 348 байланысты болған адам, олардың арасында 22-10 жағдай анықталды. Әлемде аурудың өсігі жалғасуды, Европа мен Азия кейбір елдерінде ауру ұшығыды. Мысалы, өткен аптада сұрқаттанудың өсігі Германияда байқалды, Тауліктің ішінде 7000 ненастам адам, Украинада 5400 жағдай, Ресей Федерациясында 16319 жағдай, Испанияда 13870 жағдай бір тәуліктің ішінде, Францияда 20000 ненастам, Чехияда 11900 жағдай, Италияда сонғы тәуліктің ішінде 10000 ненастам жағдай тіркелді. Осы эпидемиологиялық жағдайдың нашарлауына байланысты. Қазақстан Республикасының бас мемлекеттік санитарлық дәргерінің қаулысына әсәйкес, осы 6-шы қазанда түнгі сағат 12-ден бастап, мемлекеттік шек арасында санитарлық эпидемиологиялық қауіпсіздік үшетілді. Автомобиль өткізу пунктер арқылы 73591 Қазақстан Республикасының азаматымен шетелдіктер, оның үшінде 21279 жолаушы келді. 5967 адам карантиндік стационарға жатқызылды, олардың үшінде 122 адам оң нәтиже анықталды. Сұрттан келген инфекцияны шектеу үшін осындай шаралар қолдан ода. Сонымен қатар қалқаралық авиарейстермен 14446 жолаушы келді, оның үшінде 5925 адам тестен өтті, 17 адам оң нәтиже анықталды. Сонда яқы әлемдегі педемиалығы ақуалыдың ұшарулына байланысты, ведімістаралық комиссия шекарадағы бақылауды қосымша күшеті өті оралы ұсынысты мақылдады. 26-шы қазаннан бастап, мұнай елдерге ауиарейстерінің саны қысқартылады. Украинамен, Біркен Арап әмірліктерменен, Германиямен, Беларусь Республикасыменен, Түркия еліменен. Қазақстан Республикасына келетін азаматтардың мүндетті түрді тапсырылғанына 7-8 сағаттан аспаған пыты әрттес нәтижесі болуы қажет. Егер анықтама болмаса, қазақстандықтар екі тәуілікке карантиндік стационарға жатқызлады, шетелдік азаматтар қайтадан еліне депортацияланады. Өңірлердегі эпидемиалығы жағдайларды ескері отырып, 12 өңірдің Нұрсултан, Алматы, Солтүстік Қазақстан, Батыс Қазақстан, Хақмола, Маңғыстау, Алматы, Павладар, Костанай, Шығыс Қазақстан, Қарағанды, Жамбыл облыстарының әкімдіктері карантин шараларының күшейту туралы шешім қабылдады. ПТР-тест тапсырғандар қатары көйіне байланысты, COVID-19 ғада шалтыққандарын саң артуда, қазіргі уақытта зертканалар тәулігіне 55 мұнға жоқ тест жасай алады. Елімізде 13355 инфекциялық төсе ғорын бар, оның 16 пайызы бүгін науқастар жатыр, 29 астам, сондаяқ 6841 астам карантиндік төсе ғорын дайындап қойдық, оның 8 пайызында ғана пациенттер бар, 600 дей адам. Қосымша, 3335 керуеттер жаңа инфекциялық ауруқаналарда сүкек қосылатын болады. Вақтылы диагноз қойу үшін аудандық ауруқаналарға 53 ренген аппаратымен толық жабдықталды. 23-ші қазанға дейін өңірлерге 100 жыл жымалы медицинық кешендер жеткіздеді. Соның үшінде қазіргі таңда 25 жыл жылымалы медицинық кешендер өңірлерге жеткізілді. Олардың үшінде лабораториялық ренген аппараттар бар, барлық кадрларымыз бар үшінде терапевт, гинеколог, бүкіл ауыл аймақтарды аралап медицинық көмек көрсететін болады. Аймақтарға бүгінгі таңда барлық осы инфекциялық ауру қаналарға эуэл аппаратты дейміз, өппе жеделдету аппараттары. Қазір саны 4 мүнгін асты барлық ауру қаналар қамтамасыз етілді. Қазақстан зауаттырынан 376 жедел жәрде мәшінасы шығарылып, оның 220 сонғырлерге жіберілді қалғаны 156 бірлік жеткізуде. Бүгінгі таңда қалқтың дәрілік заттарымен, медициналық бүйімдарымен қамтамасыз ету меністерліктің бақылауында созылмалы ауруларды бұлтыр амбулаториялық дингеде дәрдәрмекпен тегін қамтамасыз ету 45 ауру бойынша қамтамасыз етілсе, бұл мұна міндетті әлементтік медициналық сақтандырудың жүйес аясында 105 ауруға тегін дәрдәрмек берілетін беріліп жатыр. Соның ішінде 105 ауруға тегін дәрдәрмек берілетін беріліп жатыр. Соның ішінде 105 ауруға әлементтік медициналық сақтандыру шенберінде, ал кепілдірілген медициналық көмек шенберінде 32 назологияға беріліп де. Осылайша, үшесеге дәрдәрмек бен қамтамасыз еті ұмына хроникалық созылмалы ауруларды артыр отыр, яғни 45-тен 137 назологияға жетті. Күзгі қысқы кезеңде коронавирустық инфекцияның ұқтимал жаңа толқынна дайындық мақсатында, нандай бірқатар шара қабылданды. Біріншіден, бірінғай диссебютердің қоймаларына дәрлік заттардың екай жететінің қоры жасалды, қазір қоры бар. Екіншіден, медициналық ұйымдарда дәрлік заттардың қорын екайлық көлемі қамтамасыз етілді. Үшіншіден, кәбеттонтағыз емдеушін амбулаториалық денгедегі дәрдәрмектің тізімі кенетілді. Өзеріңізге белгілі 5 дәрі қызу түсіретін қаунуға ғарсы және антикагулянттар, олар барлық поликлиникаларға бүгін жеткізілді. Жалпы осы емқаналардың өтініші бойынша, 1 жарым миллиард тенгеге 1 миллионға жуық адамды қамту жоспарлану отыр. Түртіншіден, бөлшек сауда желісіне араласу үшін медициналық өнімдер сатып алып, осы СК формацийада қор жасалды. Бесіншіден, бөлшек сауда желісіне ауру ұшыққан кезде масқылардан тапшы болмау үшін қалық осы масқылардың 10 миллион масқының қоры жасалынып, алынып қойынды. Және жеке қорғаныс құралдары әдесе медициналық ұйымдарға үш айлық қорғаны құралдарының қоры құрылды. Республика бойынша қосымша 13 модульдік жұқпалы аурулар ауру қаналар салынуыда, бүгінде Алматы, Талды ғорған әқтау қалыларында құрылыс монтаждар жұмыстары аяқтарлып, қосылып жатыр, жеті өңірде жес қазған Көкшетау, Костанай, Атрау, Пауладар, Петропау ұрал қазан айының соңына дейін аяқтану, аяқтау жоспарлануыда. Қызылорда Түркістан қалыларында құрылыс монтаж жұмыстарын қарашайында аяқтау жоспарлану отыр, бұдан да басқа Атрау облысының құлсарғаласында, жас Қазақстан жамыл облысында жергілікті бүджет қаржаты есебінен ғейміратталып толық жабдықталып, қайта жаңартуыдан өткен қосымша 3 инфекциялық стационар ашылды. Сонымен қатар, дайындық жұмыстары әрбір медициналық үйімді жүргізіліп жатыр. Енді шептеу шаралар жөнде Денсауын Сақтау Министерлігінің саниталық-эпидемиалық бақылау комитетінің тұрағасы Айжан Серкпайыз Есмағамбетовы егдей текжей айтып береді. Айжан Серкпайызна, пажаласта, вам слова. Добрый день, уважаемы казахстанцы, добрый день, уважаемы журналисты. Заболеваемость коронавирусной инфекции и принимаемых мер в нашей стране. На сегодня, по состоянию 21 октября, зарегистрировано лабораторно подтвержденных 109 766 случаев. Из них выздоровело 96% пациентов или 105 301. Продолжают лечение 2662 пациента. За последние сутки зарегистрировано 143 случаев лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Зарегистрировано 36 200 вероятных случаев коронавирусной инфекции, лабораторно неподтвержденных. Из них выздоровело 78%, почти 28 318 пациентов. Продолжает лечение 7 494 пациента, умерло 388. За последние сутки зарегистрировано 220 случаев. Вместе с тем, мониторируя ситуацию эпидемиологическую в нашей стране, мы отмечаем, что за последнюю неделю, по сравнению с предыдущей неделей, отмечается рост заболеваемости в 1,2 раза. Рост заболеваемости отмечается в 12 регионах республики. Мы продолжаем ежедневный мониторинг заболеваемости школьников. На сегодня, с начала учебного года зарегистрировано 250 случаев коронавирусной инфекции среди школьников. Из них, в том числе, среди детей, которые продолжают обучаться в дежурных классах, 105 случаев. Среди них установлено 1426 контактных лиц, среди которых выявлено 19 случаев коронавирусной инфекции. Зарегистрирована заболеваемость также среди детей, которые обучаются дистанционно. Зарегистрировано 145 случаев, 348 среди них контактных, и выявлено 22 случая. Уважаемые казахстанцы, уважаемые журналисты, вы знаете, что в соответствии с постановлением главного госанврача, 6 октября усилен санитарно-карантинный контроль на государственной границе Казахстана. Это воздушные границы, это автопереходы. Так, на сегодня пересекли границу 73 591 гражданин. Это в автомобильных пунктах пропуска граждан Казахстана и иностранцев. В том числе из них пассажиров 21 279. Без справок пассажиры размещались на двухдневной карантине. Таких пассажиров у нас было 5 967. Среди них зарегистрировано 122 случаи коронавирусной инфекции. Международными авиарейсами прибыло 34 446 пассажиров. Из них без справок было 5 925. Они все также были размещены в карантинных стационарах до получения результата ПЦР-теста. Выявлено 19 случаев положительных. Положительные случаи зарегистрированы среди пассажиров, которые прибыли с Турции, Арабских Эмиратов, Белоруссии, России, а также Египта. Следует отметить, что в мире продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. На сегодня поражены 215 стран. Зарегистрировано более 41 миллиона случаев заболеваний. Более 1 миллиона, если быть точным, 1 миллион 128 тысяч 931 человек умер. То есть заболеваемость в Европе и Азии продолжает расти. Поэтому, учитывая данную ситуацию, были вынесены Министерством здравоохранения предложения на межведомственную комиссию по дальнейшему усилению санитарного карантинного контроля на пунктах пропуска государственных границ Республики Казахстан. Эти предложения межведомственной комиссии поддержаны, и они найдут свое отражение в постановлении главного государственного санитарного врача. Чего касается, сейчас я коротко остановлюсь на тех изменениях, которые будут внесены в постановлении главного государственного врача, направленные на усиление санитарно-карантинного контроля в местах пропуска. В первое, это будет сокращено число авиарейсов с Украины с 3 до 1, с Объединенными Арабскими Эмиратами с 24 до 16, с Германией с 6 до 4, с Белоруссией с 9 до 4. С Турцией уже на 18 рейсов в неделю сокращено авиасообщение, в ноябре планируется сократить еще на 6 авиарейсов. Таким образом, усиливается контроль на границе. На автопереходах также усиливается контроль. Если раньше ПЦР-тестированию подлежали только пассажиры, которые пересекают границу, перевозчики международной транзитной грузоперевозки проходили через нашу границу транзитом через Казахстан или двусторонней международной перевозки без ПЦР-тестирования, то с 26 октября будет введено требование обязательного наличия ПЦР-теста также у водителей, которые осуществляют международные грузовые перевозки. И при отсутствии этого теста водители, которые осуществляют двухсторонние международные транзитные перевозки, они будут подлежать также обязательному отбору ПЦР-теста на границе. Дальше они будут продолжать свой путь, и если будут выявлены положительные результаты, после получения положительного результата ПЦР-теста они будут останавливаться в местах, где они на тот период будут находиться, и будут приниматься меры по решению о их госпитализации или карантинизации. Соответственно, перед тем, как пересечь нашу границу, они будут обязательно заполнять анкету и представлять свои анкетные данные для того, чтобы их можно было потом определить, где они находятся. Далее местным исполнительным органам также будет дано поручение Межведомственной комиссии определить места, где будут места питания, места заправки для вот таких водителей, которые осуществляют международные транзитные грузовые перевозки. Уважаемые журналисты, уважаемые казахстанцы, на сегодня мы отмечаем, что настороженность населения все-таки по отношению к коронавирусной инфекции падает. Мы перестаем соблюдать в полной мере все те меры профилактики, о которых мы говорим с вами постоянно на протяжении уже последних, наверное, 7-8 месяцев, стал момент, как была зарегистрирована первый случай коронавирусной инфекции в нашей стране. Я говорю об основных мерах профилактики, это социальная дистанция, ношение масок, гигиена рук, использование антисептиков. Это подтверждается результатами работы наших мониторинговых групп. Так, к примеру, с 18 сентября по 19 октября мониторинговыми группами было проверено более 45 тысяч объектов. При этом нарушение санэпидтребований выявлено на 16% объектов. Нарушают санэпидтребования все объекты практически во всех регионах. Наибольшие нарушения отмечаются в Алматы, это 41% проверенных объектов, в Нур-Султане 32%, в Алматинской области 28%, в Североказахстанской 25%. Аналогично нарушаются требованиями и гражданами нашими по ношению масок. Соответственно, также принимались мониторинговыми группами, эти факты фиксировались и принимались меры административного воздействия как на объекты, которые нарушали требования санитарные, так и в отношении физических лиц. Поэтому, завершая свое выступление, хотел бы еще раз напомнить, что от каждого из нас зависит, насколько успешно мы будем бороться с коронавирусной инфекцией, насколько низкая будет заболеваемость, насколько меньше будет заболеваемость в нашей стране. И этот вклад должны внести каждый из нас. Меры профилактики вам всем известны. Они довольно просты и не требуют никаких совершенно больших вложений. То есть каждый на своем месте, в семье, на работе, на объекте, при получении каких-то услуг должен эти меры соблюдать. Еще раз повторю, это ношение масок, это социальная дистанция, гигиена рук, избегание больших скоплений народа, об этом не участие в крупных мероприятиях. Эти меры нам позволят стабилизировать и сохранить стабильную эпидемиологическую ситуацию в нашей стране по коронавирусной инфекции. Спасибо за внимание. Спасибо за информацию, Жан Сиркбаевна. Келесі сөз кезегі динсалық сақтау бірінші вице-министра Марат Едегелуында. Морхабад. По заболевшим медикам ситуация выглядит следующим образом. Всего по стране с момента объявления пандемии число заразившихся работников здравоохранения составило 12 983 человек. Из них рассмотрено региональными комиссиями и было подтверждено 72% заявок или 9 309 случаев заболеваемости ковидом и пандемонией при осуществлении профессиональной деятельности и при участии в противоэпидемических мероприятиях. По состоянию на 21 октября по подтвержденным случаям заболевания ковид-19 при профессиональной деятельности компенсацию уже получили 8 863 медицинских работников, что составило 95% от подтвержденных заявок из 9 309 человек. Что касается летальных случаев, региональными комиссиями рассмотрены все 122 случая смерти медицинских работников. Сегодня компенсацию получили все 182 семьи погибших медицинских работников или 100%. От имени Министерства здравоохранения и от себя лично позвольте мне поблагодарить всех медицинских работников за их самоотвержденный героический труд в борьбе с пандемией. А также выразить слова соболезнования по нашим безвременно ушедшим коллегам. Выражаем соболезнования их семьям, друзьям и родственникам. Действительно, для качественной реализации данного приказа имелся ряд существенных проблем. Первое. В период пикового подъема заболеваемости в июле-июне текущего года все ресурсы системы здравоохранения и местных исполнительных органов были приоритетно направлены на выявление, локализацию и оказание медицинской помощи населению. Это было первостепенно. К сожалению, на этот двухмесячный период приходится 75% всех случаев заболеваний медицинских работников. Лимит человеческих ресурсов работников системы здравоохранения не позволил своевременно провести мероприятия по расследованию в регионах, с чем связано позднее внесение необходимых документов на рассмотрение региональных комиссий при Акиматах. Второе. Ввиду частой доработки клинических протоколов и критерий в диагностике, ввиду неизученности нового вируса, отсутствовали единые подходы к кодированию заболевания, особенно по вероятным случаям, то есть вирусной пневмонии, которая по клиническим и эпидемическим признакам не исключает коронавирусную инфекцию. Как мы сообщали ранее, с учетом проведенных технических консультаций с Европейским бюро Всемирной организации здравоохранения, нами было принято решение о переходе на кодирование по новым кодам международной классификации болезней с 1 августа текущего года. В этой связи 22 июля нами были внесены изменения в совместный приказ Министерства здравоохранения и Министерства труда в части расширения его применения к вероятным случаям, то есть вирусным пневмониям, которые распространяются на случаи, возникшие до 1 августа 2020 года. Таким образом, на выплаты получили возможность дополнительно порядка 2000 медицинских работников. Третье. Имелись сложности в определении источника заражения при проведении эпидемиологических расследований. Это, в частности, связано с высокой контагиозностью, то есть распространяемостью самого вируса и наличием множества нелокализованных очагов – это общественные места, транспорт и другие места, что действительно затруднило достоверное определение места заражения медицинских работников. В целях ускорения рассмотрения региональными комиссиями заявок в Министерстве здравоохранения проведены следующие мероприятия. Создана рабочая группа Министерства здравоохранения, которая в онлайн-режиме отрабатывала все причины отклонения заявок, уточняла данные по заболевшим и умершим, проводила разбор допущенных нарушений при оформлении заявок. 10 октября текущего года внесены изменения в совместный приказ Министерства здравоохранения и Министерства труда социальной защиты населения по единовременной социальной выплате для упрощения процедуры и ускорения выплат медицинским работникам и их семьям. Данная мера позволила оплатить всем семьям умерших медицинских работников вне зависимости от участия в противоэпидемических мероприятиях и расширить категории получателей медицинских работников. В частности, туда были дополнительно включены работники первичной медицинской помощи, стационаров, оказывающие экстренную и неотложную медицинскую помощь, а также специалисты и лаборатории, работники органов судебных экспертиз и медицинские работники, обеспечивающие карантинный режим на блокпостах. Сегодня Министерством здравоохранения и Акиматами принимаются все необходимые меры для того, чтобы обеспечить безопасные условия труда всех медицинских работников, в том числе, как уже сообщалось, стабилизированная эпидемиологическая ситуация в стране. Во всех регионах работают мобильные группы, пациенты, обеспеченные лекарствами на дому, проводятся онлайн-консультации, что позволяет снизить нагрузку на стационары. В достаточном количестве обеспечены медработники средствами индивидуальной защиты. Более трехмесячный запас сегодня во всех регионах имеется. Также обеспечено соблюдение санитарно-эпидемиологических норм в медицинских организациях, то есть это разделение зон на чистые и грязные, разделение потоков пациентов и прочее. Вместе с тем продолжаются оплаты надбавок за риск заражения к ежемесячной зарплате. Тем медицинским работникам, которые задействованы в мероприятиях в рамках борьбы с COVID-19. По поручению премьер-министра 20 октября состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии при правительстве, где было принято решение по завершению единовременных социальных выплат медицинским работникам. Так, с 20 октября был отменен прием новых заявок на социальные выплаты медицинским работникам с учетом всех созданных условий, которые сейчас имеются. Единовременные выплаты оставшимся 5% или 421 медицинскому работнику сейчас находятся на стадии оформления на уровне региональных комиссий и они вносятся в информационную систему. По ним выплаты будут произведены до конца недели, то есть в срок до 23 октября текущего года. При допущении заболеваемости на работе меры поддержки впредь будут оказываться за счет средств медицинской организации или профсоюзных организаций, а также средств местных исполнительных органов. Это станет дополнительной мотивацией для руководителей медицинских организаций по обеспечению своих медицинских работников необходимыми средствами защиты, контролю за исполнением САН и ПИД режима. Заболеваемость медицинских работников, связанная с осуществлением профессиональной деятельности, сегодня должна являться недопустимой и должна расцениваться как внутрибольничная инфекция. Вместе с тем, по поручению главы государства для стимулирования и поддержки медицинских работников с марта месяца по сентябрь месяца произведены выплаты надбавок, стимулирующих на сумму 84,4 миллиарда тенге. Ежемесячно выплаты производились по трем основным группам риска заражения и в разные месяцы от 23 тысяч в марте и до 83 тысяч в пик пандемии в июле месяца текущего года. С августа по сентябрь месяц идет снижение количества работников, задействованных в борьбе с коронавирусом. Их количество составляет в сентябре до 35 тысяч. Категории работников, которые были расширены персоналом мобильных бригад и медицинских работников, также были включены работники силовых структур, а также судебная медицина и сотрудники управления делами президента. Как вы знаете, глава государства в своем послании народу Казахстана поручил выделить дополнительные средства из бюджета и продлить облату надбавок до конца текущего года. В этой связи Министерством здравоохранения подготовлена и внесена соответствующая бюджетная заявка на дополнительную потребность, которая была поддержана Республиканской комиссией на сумму 137 миллиардов сенге. В настоящее время закон находится на рассмотрении мажориста парламента. Спасибо за внимание. Спасибо. Уважаемые коллеги, мы переходим к сессии вопрос-ответ. Первый вопрос социальных сетей. На прошлой пресс-конференции было сказано, что 1 миллион человек смогут получить бесплатно жаропонижающие и антикоагулянты для лечения коронавируса на дому. Скажите, пожалуйста, если отсутствует положительный ПЦР-тест, но есть признаки COVID-19, можно ли будет получить лекарства бесплатно? Марат Юрьевич, пожалуйста. Да, позвольте, я отвечу на данный вопрос. Действительно, перечень препаратов на амбулаторном уровне нами был расширен еще в августе месяце. То есть, эти лекарства предназначаются для тех пациентов, у которых диагностирован COVID-19. И при легком течении заболевания, вне зависимости от результата ПЦР-теста, данные пациенты могут получить их в поликлиниках по месту жительства, по месту прикрепления. Для этого участковый врач должен сделать соответствующие назначения. Действительно, жаропонижающие средства и антикоагулянты у нас по заявкам регионов рассчитаны на лечение порядка 1 миллиона человек в домашних условиях. И на эти цели выделено 1,5 миллиарда тенге. То есть, по состоянию на 15 октября все эти лекарства доведены до поликлиник, которые работают в рамках госзаказа. Спасибо за ответ. Прямо сейчас с нами на видеосвязи Айнур Коскина, Вести Кейджи. Айнур, здравствуйте. Пожалуйста, ваши вопросы. Добрый день. У меня первый вопрос Марату Едигеевичу. Это, наверное, больше уточнение. Не совсем было понятно из-за его выступления, где он сказал, что больше выплачиваться компенсации заболевшим врачам не будет. И это будут делать профсоюзы. Я, может, неправильно поняла. И что теперь это COVID будет расцениваться как внутрибольничная инфекция. Как это понимать? То есть, это будет уже не страховой случай? Спасибо большое за вопрос. Позвольте пояснить. На самом деле здесь не идет речь про страховой случай. Речь идет о том, что сегодня, с момента начала пандемии, все медицинские организации и медицинские работники обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты. Проведено соответствующее обучение по соблюдению норм санитарно-эпидемиологического режима, обеспеченные в достаточном количестве средствами. При этом всеми медицинским работникам по поручению главы государства будет сохранена стимулирующая надбавка за риск до конца текущего года по трем основным категориям. Вместе с тем, с учетом снижения заболеваемости и стабилизации эпидемиологической ситуации, сегодня считается, что заболевание медицинских работников на рабочем месте должно быть недопустимым. Соответственно, мы в первую очередь понимаем, что здесь большая ответственность лежит на первых руководителях медицинских организаций по контролю, соблюдению всех норм и правил санитарно-режима в целях предотвращения заболеваемости среди медицинских работников. Все те случаи, которые у нас заболели с марта месяца по октябрь месяц в количестве 9309 случаев, будут оплачены через Фонд государственного социального страхования. Марат Эдигеевич, модератор, это прояснение, потому что это очень важность сейчас. Получается, что тот врач, который, скажем так, заболеет на работе с ноября месяца, а не дай Аллах скончается на рабочем месте, то есть это не будет рассматриваться как страховой случай? Это я правильно понимаю или что-то я недопоняла вас? Поясню еще раз. Речь не идет о страховом случае. Это единовременная социальная выплата за риск, которая была поддержана и изначально планировалась только на период ограничительных карантинных мероприятий. Сегодня строгих ограничительных карантинных мер у нас нет, стационары у нас не перегружены, и заболеваемость среди медицинских работников практически сейчас сведена к нулю. Соответственно, на этом этапе мы уже считаем, что все медицинские организации и медработники хорошо осведомлены и подготовлены по применению всех норм защиты для того, чтобы не распространять вирус дальше. Поэтому такое предложение и решение на межведомственной комиссии было поддержано и принято 20 октября. Еще раз уточнюсь. То есть те средства, о которых говорил президент до этого, теперь выплачиваться не будет. Правильно? Как вы поняли, те случаи, которые были зарегистрированы до октября месяца, все будут проплачены. Далее мы будем продолжать выплату надбавок за риск по трем категориям риска. За очень высокий, средний и умеренный риск. Как мы уже до этого сообщали. За заражение оплачиваться не будет. Да, вы правильно поняли. То есть врач, который заразился на рабочем месте COVID, теперь не сможет рассчитывать на ту компенсацию, о которой говорил президент с ноября 2020 года. Еще раз повторюсь, что решение было принято об отмене данных выплат с 20 октября текущего года. Те надбавки будут продолжаться за риск заражения. Но за риск будет оплачиваться, то есть это надбавка, а за случай, если все-таки врач заразился, то это уже оплачиваться не будет. Это очень важно. Вы не думаете, что я хочу у вас вопросами засыпать? Это очень важно, потому что мы должны правильно донести до населения эту информацию. Да, вы абсолютно правильно поняли, что впредь, как я сообщил, все случаи заражения медицинских работников будут расцениваться как случаи внутрибольничной инфекции, как и при других инфекциях. Спасибо большое. Второй вопрос у меня, Кожар Гинаят, по поводу снабжения лекарствами. Господин Цой в правительстве сказал о том, что при реалистичном сценарии в стационарах будут у нас находиться до 10 тысяч человек. То есть это в реалистичном сценарии до 10 тысяч человек в месяц. При этом СК-фармация закупает лекарства из расчета 60 тысяч пациентов в стационаре в месяц. Почему такая разница? То есть тут, если мы посчитаем 3 месяца, это 30 тысяч, а тут если 60 умножить на 3, это получается 180 тысяч. Что-то вот в цифрах не так. Объясните, пожалуйста. Айнура, вы правильно отметили. Алексей Владимирович говорил, что не за месяц, а начиная с октября по декабрь, госпитализация 10 тысяч. Госпитализации, а в случае 30 тысяч. Да, 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 я понимаю. За 3 месяца, не за месяц, за 3 месяца. Октябрь, ноябрь, декабрь. За 3 месяца 10 тысяч госпитализаций в стационар, правильно? Да, а случай 30 тысяч. Но СК «Фармация», также он сказал, что СК «Фармация» закупает лекарства из расчета 60 тысяч госпитализаций в стационар. 60 тысяч госпитализаций в стационар – это пессимистический сценарий. Ну, было сказано о реалистическом сценарии. При реалистическом сценарии госпитализация до 30 тысяч госпитализаций. Хорошо, госпожа Геннадь, давайте перефразируем вопрос. Сколько, количество лекарств, которые закупает СК «Фармация» при реалистичном сценарии для пациентов, которые госпитализированы в стационар? Потому что там цифры немножко у нас не бьются, поэтому хотелось бы разъяснений. Значит, по лекарствам хочется вам отметить, что не все в цифрах можно изобразить. Больные поступают в разных тяжестей состояния. Есть тяжелые, есть среднетяжелые. Поэтому, как вы посчитали, мы сейчас тоже учтем ваше мнение, и мы вам дополнительно ответим. Марат Игоревич, у вас дополнение? Действительно, прогнозы, как вы знаете, Министерство здравоохранения строит по трем основным сценариям – пессимистичный, оптимистичный и реалистичный. Так вот, по среднему у нас сценарию, на самом деле СК «Фармации» готовит вот эту, так называемую, подушку безопасности при возникновении и ухудшении ситуации, которая также нами не исключается, и все три сценария нами прорабатываются. В этой связи объем неснижаемого запаса закупается по прогнозам для формирования вот именно достаточного объема лекарственных средств в случае ухудшения ситуации по заболеваемости. В цифровом выражении сколько? Как сообщалось ранее, единым дистрибьютором закупаются 44 наименования так называемых остро-дефицитных и востребованных лекарственных средств, которые могут применяться в лечении не только коронавирусной инфекции, на сумму порядка 8,2 миллиардов тенге, это порядка на 60 тысяч пациентов. Спасибо большое. Спасибо. 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 . Спасибо. . . Спасибо. . 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 Уважаемые журналисты, вы помните, что очень было много полемики по тому, нужно ли нам в первой четверти проводить оффлайн обучение или онлайн обучение. Сегодняшняя статистика, о которой я в своем выступлении говорил, это 250 случаев заболевания среди детей, уже, наверное, подтверждает обоснованность тех мер, которые были направлены на предупреждение заболевания школьников. То есть это обучение в дистанционном режиме и разрешение обучения в оффлайн режиме только для тех школ, которые наполняемость не более 180, и дежурные классы, первые, четвертые классы. . Пока на сегодняшний день, с учетом этой же эпидемиологической ситуации, рекомендации Министерства здравоохранения по-прежнему остаются теми же. То есть обучение проводить в онлайн режиме, оффлайн режим сохранять пока что только для детей первых, четвертых классов, дежурных группах и малокомплектных школах наполняемость до 180 детей. Спасибо. Спасибо за ответ. Второй вопрос. Святослава, остаются ли в поликлиниках невостребованные прививки против гриппа среди категории для бесплатной вакцинации, и будут ли они, если остаются, предлагаться другим прикрепленным к поликлинике пациентам? Спасибо за вопрос. На сегодня вообще на средства бюджета для уязвимой группы населения было закуплено 2 миллиона 200 тысяч доз вакцины. На сегодняшний день провакцинировано уже порядка 2 миллионов лиц, подлежащих, не тестированные, прошу прощения, лиц, подлежащих вакцинации. Вакцинация проводится также за счет средств работодателей, за счет средств собственных. За счет средств работодателей уже на сегодня провакцинировано около 100 тысяч работников, и на средства самих граждан провакцинировано более 25 тысяч. Сегодня нам нет таких фактов, когда люди, которые входят в уязвимую группу населения и подлежат вакцинации против гриппа, отказывались бы. Осталось провакцинировать всего 200 тысяч населения, и на этой неделе эта вакцинация против гриппа будет завершена. Спасибо. На очереди Диана Кулмаганбетова, Информбюро. Диана, здравствуйте. Добрый день. Хотелось бы у вас уточнить по такому вопросу. Судя по вчерашнему выступлению министра здравоохранения Алексея Цоева на заседании правительства, министерство здравоохранения сейчас идет по реалистичному сценарию, согласно которому локдаун должен быть в январе. И в связи с этим такой вопрос. Вчера вот было объявлено, что 10 января состоятся выборы, и хотелось бы узнать, было ли рекомендовано со стороны министерства здравоохранения о том, что выборы следует онлайн проводить, либо же перенести на другой период. Хотелось бы узнать про это. Спасибо большое за вопрос. Действительно Алексей Владимирович говорил о том, что мы прогнозируем по пессимистичному сценарию возможный локдаун в январе месяце, если ситуация будет развиваться по данному пессимистическому прогнозу. Что касается наших прогнозов, то хотел бы вам пояснить, что мы еженедельно проводим и обновляем все свои прогнозы с учетом тех фактических данных по заболеваемости, которые у нас складываются по всей стране. Покуда вы знаете, что эту работу мы начали с августа месяца, мы с августа месяца еженедельно проводим расчеты, у нас создана специальная рабочая группа, и по трем сценариям сейчас мы пока держимся в пределах оптимистического сценария. Поэтому то, что сейчас заявляется как пессимистический сценарий, является такой некой проекцией, которая должна нас одновременно готовить к возможным сценариям. Однако вопрос по рекомендациям по организации выборов на самом деле не входит в компетенцию Министерства здравоохранения, и мы готовы представить лишь только наши прогнозы на еженедельной основе. То есть Министерство здравоохранения, то есть санитарные врачи, в качестве эксперта, не давали рекомендации по поводу выборов, что, допустим, сейчас же запрещается массовое мероприятие, но, как мы знаем, как во время выборов сотрудников госучреждений к 8 утра заставляют же всех прийти до 9 проголосовать, следовательно, там образуются обычно очереди огромные, и в связи с этим, вот, все-таки, получается, от Минздрава никаких рекомендаций не было. Естественно, разрешите, я добавлю к ответу Марат Дегечи по возможности. Естественно, задача Министерства здравоохранения – это обеспечение безопасности, то есть обеспечение снижения риска заражения коронавирусной инфекцией. И если будет необходимость, то нами будут разработаны соответствующие, как бы, правила, требования в части обеспечения безопасности проведения выборов, исходя из заболеваемости, которая будет складываться на тот период. Диана, второй вопрос. Второй вопрос. Тут касательно нового назначения вице-министра здравоохранения, Асембековной Нусуповой. Хотелось бы уточнить у вас именно, каким направлением она будет заниматься, потому что о назначении новость вышла несколько часов назад, но если посмотреть в соцсети, люди возмущаются и немножко не понимают тем, что почему в Министерстве здравоохранения пришел работать человек не с медицинским образованием. То есть, получается, это человек, который будет заниматься финансовыми вопросами в Министерстве. Хотелось бы, чтобы вы прояснили это население. Позвольте, я отвечу. На самом деле, Министерство здравоохранения сегодня администрирует порядка полутора-полутора триллионов тенге средств ГУБМП и ОСМС. И это, вы сами понимаете, большая работа финансовых наших служб, департаментов. Соответственно, учитывая тот опыт, имеющий Асембековна Нусупова в качестве экономиста и финансиста, ее региональный опыт работы, она будет сейчас в Министерстве здравоохранения заниматься именно вопросами финансового блока. И в то же время хочу сказать, что, подчеркнуть еще раз, что действительно это Министерство здравоохранения один из самых таких больших бюджетов в стране администрируем. Соответственно, этой работе нужно уделять очень большое пристальное внимание. И можно, пожалуйста, еще уточнить все-таки по выплатам, только что, которые вы объясняли, в продолжении вопроса Айнур-Поскина, коллеги мои. Выплаты медикам, которые, конечно, не дай бог, конечно, но если так случится, что после принятия решения заразятся и если погибнут, то им останутся эти выплаты в 10 миллионов или только заразившим медикам не будут платить с 20 сентября? Можно уточнить? Спасибо большое за вопрос. Конечно, мы надеемся, что таких случаев впредь у нас не будет, но в случае, по вашему вопросу, в случае их возникновения, то данные случаи будут рассматриваться местными исполнительными органами и вопросы, их компенсация будет решаться каждым акиматом. Спасибо за ответ. Уважаемые коллеги, я напоминаю, что время пресс-конференции ограничено, поэтому прошу задавать ваши вопросы коротко и лаконично. На очереди Жанар Свердалина, Best News KZ. Жанар, добрый вечер. Добрый вечер. Пожалуйста, ваши вопросы. Спасибо большое. Марат Итигеевич, позвольте задать вопрос вам. Вы сейчас рассказали о том, что практически 95% заразительных медиков получат свои компенсации, рассказали о новшествах, которые выступают с 20 октября. Можно узнать у вас. Мы, редакция БСНЮС, на днях получила письмо коллективное от медицинских работников многопрофильного медцентра в Нур-Султане. Это онкологический центр по улице Монастер. Медики говорят, что им отказывают в получении компенсаторных выклад, мотивируя это тем, что они не работали в карантинных стационарах, но тем не менее медики говорят, что они во время эпидемии, с самого ее начала, работали с пациентами, которых либо выявлялось во время лечения, у которых коронавирус выявлялся, либо позже, то есть они пострадали, были заражены, а значит прошли лечение, болели в легкой и тяжелой форме коронавируса и так далее. Скажите, пожалуйста, вот эти медики, они все-таки могут рассчитывать на компенсацию за то, что вот они, значит, были заражены, лечились вот и лечились от коронавируса. Спасибо большое за вопрос. Еще раз хочу сказать, что медики, которые претендуют на получение единовременности социальных выплат, это те медработники, которые, во-первых, должны, ну как бы заразились при осуществлении прямой профессиональной деятельности при участии в противоэпидемических мероприятиях, то есть в карантинных провизорных стационарах, как правило. Также мы расширили этот перечень для работников так называемых фильтров на уровне поликлиник, для работников экстренных стационаров, которые также работали по приему экстренных пациентов. Я о своем докладе об этом говорил. Соответственно, если медицинские работники не были включены в эти категории и не участвовали в противоэпидемических мероприятиях по заболевшим случаям, то в данном случае региональная комиссия отклоняет такие заявки, согласно установленных правил. Что касается выплате семьям погибших медицинских работников, то, как вы знаете, глава государства дал четкое поручение выплатить всем семьям погибших вне зависимости от принятия и участия в противоэпидемических мероприятиях. Поэтому, я как говорил, 10 октября нами были внесены соответствующие изменения в приказ и, согласно этим правилам, уже осуществлена работа всех региональных комиссий. Понятно. Маленький уточняющий вопрос, позвольте. Если доктора, в данном случае онкологического блока, если их приглашали на консультации в ковидные стационары и они там заразились, и у них есть подтверждающие документы, которые утверждаются в письме, в таком случае они могут рассчитывать на консультацию? В случае наличия соответствующего экстренного извещения и наличия всех дополнительных документов, подтвержденного диагноза данной категории рассматривается на региональной комиссии. Если же соответствующее экстренное извещение не подтверждается о том, что данный медицинский работник участвовал и принимал участие, то есть это главный врач больницы подает эти документы в региональную комиссию. То есть если это не подтверждается на уровне медицинской организации, соответственно комиссия будет вынуждена отклонять такие случаи. Надеюсь, я ответил. Спасибо. Спасибо за ответ. Жанар, второй вопрос ваш. Второй вопрос тоже, возможно, к вам, Марат Ильнеевич. Пару дней назад ведущие лаборатории объявили о снижении стоимости услуг на ПЦР-тесты. Вопрос. Почему в Минздраве не могли обеспечить удешевление тестов без вмешательства главы государства? Особенно в тот период, когда вот лето, да, был, наверное, самый наивысший ажиотаж, люди стояли в долгих очередях, не везде получалось пройти тестирование сразу, да, цены тоже были довольно неоднородными. Вот почему этого не было сделано? И еще, позвольте, совпустующий вопрос. Какова себестоимость тестов ПЦР? Спасибо за вопрос. Действительно, на прошлой неделе частные лаборатории, это крупные лабораторные сети, объявили о снижении своих цен. Эта работа была проведена по поручению главы государства, подключились и антимонопольный комитет, и Министерство здравоохранения. Я хочу вам сказать, что снижение цен, которые объявили частные лаборатории, это идет речь о снижении цен на коммерческом рынке на платной основе. Что касается государственных тарифов, и, как вы знаете, частные лаборатории снизили свои цены до 40%, то есть до 9 тысяч тенге. Что касается государственного тарифа, то согласно калькуляциям, согласно тем закупочным ценам, которые были утверждены у нас в марте-апреле месяце, на сами тест-системы, на средства индивидуальной защиты, тариф составлял 11 500 тенге. Для тех медицинских организаций, для тех анализов в рамках государственного заказа. Параллельно мы проанализировали с октября месяца цены, текущие на рынке по тест-системам, которые действительно имеют тенденцию к снижению. И сегодня государственный тариф будет составлять 8 тысяч 25 тенге за один тест. Шанар, вы на связи? Да, спасибо большое. Спасибо. Следующая на очереди Айгуль Туликбаева, InBusiness.KZ. Айгуль, добрый вечер. Айгуль. К сожалению, Айгуль нет с нами на видеосвязи. Багдат Аслбек, Азаттык, радиус. Багдат, добрый вечер. Пожалуйста, ваши вопросы. Добрый день. Вопрос о зеленых зонах для регионов. Какие регионы на сегодня туда входят? Есть ли желтые и красные регионы? Какие регионы туда входят? И как формируются зеленые зоны? Разрешите я, добрый день, отвечу на этот вопрос. Все регионы Казахстана разделены на три зоны. Это красная зона, желтая зона и зеленая зона. Распределение регионов по зонам, оно связано с двумя показателями. Это показатель R, то есть показатель репродукции или передачи инфекции от заболевшего к контактному лицу, количество зараженных. И второй показатель, это показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние семь дней. Регионы, которые относятся к красной зоне, у них должен быть показатель заболеваемости более 50 на 100 тысяч и показатель R больше единицы. Регионы, которые относятся к желтой зоне, это заболеваемость меньше 50 и показатель R меньше единицы. Или заболеваемость от 20 до 50 на 100 тысяч населения и показатель R больше единицы. Для зеленой зоны критерий этот составляет заболеваемость меньше 50 и показатель R должен быть меньше единицы. Соответственно, на сегодня, согласно вот этим показателям, в зеленой зоне находятся все регионы, в красной зоне регионов нет и в желтой зоне находится Восточно-Казахстанская область. Восточно-Казахстанская область находится в желтой, да? В желтой зоне сегодня находится только Восточно-Казахстанская область, в красной зоне регионов нет, все остальные регионы находятся в зеленой зоне. Тогда уточняющий вопрос, почему тогда усиливаются карантинные меры, особенно в северных регионах, если они не входят в красную зону? Усиливается, мы тоже это каждый раз на брифингах говорим, на сегодня ужесточающие меры принимаются по становлению главного госанврача республики. При этом главные государственные санитарные врачи территории, они имеют право ужесточать карантинные меры. Потому что, согласитесь вы, наверное, со мной, что в масштабах, допустим, в масштабах страны ситуация может быть одна. Даже в масштабах области эпидемиологическая ситуация от района к району, от населенного пункта к населенному пункту может меняться. И поэтому каждый главный госанврач территории, на каждой территории, он может применять ужесточающие карантинные меры, но не может смягчать без решения главного государственного санитарного врача республики. При этом я в своем выступлении уже отметила, что за последние 7 дней мы отмечаем рост заболеваемости коронавирусной инфекцией на 20%. И вовлечены в этот процесс 12 регионов. Соответственно, в этих регионах проводятся упреждающие меры, направленные на усиление карантинных мер. И опять-таки я обращала внимание в своем выступлении на то, что сегодня, к сожалению, мы отмечаем, что есть нарушения карантинного режима и на объектах, которые мы открыли. Как вы знаете, практически очень много у нас субъектов бизнеса возобновили свою работу, пусть с ограничениями, но возобновили свою работу. И очень много у нас нарушений в отношении физических лиц с точки зрения ношения масок обязательного, соблюдения социальной дистанции и так далее. То есть тех основных мер профилактики, которые должны соблюдаться. Это все говорит о том, что заболеваемость за последнюю неделю, еще раз повторюсь, выросла на 20%. И регионы принимают карантинные меры с учетом своей эпид-ситуации в каждом районе, в каждом населенном пункте. Балдат, пожалуйста, переходите к следующему вопросу. Марат Идегевич, в сентябре вы отметили, что у российской вакцины «Спутник-5» есть противопоказания для беременных, а также для людей до 18 лет и старше 60 лет. Тем не менее, правительственная делегация заключила соглашение с российской стороной о закупе 2 миллионов доз вакцины, когда она будет готова. Сомнения в эффективности и безопасности российской вакцины также выражали и британские ученые, и итальянские исследователи. С учетом всего этого, изменилась ли позиция Минздрава к этому дню? Планируется ли заключение подобного соглашения с производителями из других стран? И почему именно в итоге только с Россией было заключено такое соглашение? Спасибо большое за вопрос, Багдад. На самом деле, позиция Министерства здравоохранения, позвольте мне ее, наверное, пояснить. Она остается на том же уровне. Действительно, мы заключили меморандум между Фондом прямых инвестиций Российской Федерации и единым дистрибьютором СК-формации, в котором речь идет о возможном приоритетной поставке вакцины российской спутник ВИИ в случае прохождения всех фаз клинического исследования. То есть речи сейчас, это меморандум, то есть меморандум, сами понимаете, это добровольное выявление, это не соглашение, это не договор, который просто гарантирует приоритетное рассмотрение казахстанской заявки в случае подтверждения всех и прохождения всех этапов клинического исследования. Что касается других вакцин, сегодня на стадии завершается первая, вторая клиническая стадия испытаний казахстанской вакцины. Мы проводим большую работу совместно с Министерством образования и науки, рассматриваем также и эти варианты. Вместе с тем, как мы и докладывали, то есть так называемая программа COVAX Facility, но, к сожалению, сегодня в странах претендентных вакцинах нет четкой ясности по времени и срокам поставки данных вакцин. И данные программы гарантируют лишь 20% охват населения по ставку вакцин и требуют предоплаты без наличия на то подтвержденных фактов эффективности данных вакцин. В этой связи мы внимательно изучаем данный вопрос. Постоянно создали рабочую группу, которая изучает все стадии, все документы по тем клиническим исследованиям, отчеты. Есть разработки также проводимые китайскими компаниями, многими другими компаниями, AstraZeneca, Johnson & Johnson и так далее. Все эти варианты сегодня нами четко мониторятся. Но, по предварительной информации, вероятные сроки появления вакцин ожидаются где-то в первом квартале в более-менее приближенном виде. Можно сказать, что они, возможно, закончат третью стадию фазы клинических исследований к концу первого квартала следующего года. Это про российскую вакцину, да, вы говорите? В частности, да. Вопрос был, как вот эти противопоказания и критика международного медицинского сообщества, в том числе британских, итальянских исследователей, повлияло на позицию Минздрава в этом вопросе? Стали ли вы больше настороженными? И есть ли план Б в случае того, что противопоказания эти не устранятся к моменту готовности этих вакцин? Что касается противопоказаний, действительно, по той предварительной информации на первой и второй фазе эти противопоказания были. Мы ожидаем отчеты по третьей клинической фазе исследований, после чего уже сможем детально заявить, о каких группах идет речь более точно. Что касается плана Б, как я и говорил, мы рассматриваем все варианты, и наша задача, которую перед нами поставил глава государства, это обеспечение вакцинами в ближайшее время. В то же время, хочу напомнить, что, как слова Минерального директора Всемирной организации здравоохранения, который особо отметил, что уровень иммунизации населения к коронавирусной инфекции достигается не путем передачи, а только может быть достигнут путем вакцинации. Поэтому это общая мировая проблема, вопрос, над которым сейчас работают все ученые мира. Спасибо. Спасибо за ответ. Следующий вопрос от Азамата Сыздыкпаева, Казинформ. Есть ли случаи повторного заболевания коронавирусной инфекцией в Казахстане? Спасибо за вопрос. На сегодня подтвержденных случаев повторного заболевания коронавирусной инфекцией не зарегистрировано. Спасибо. Спасибо. Бақ кезеттен арптесим, екі сырақ жолдапты. Алдағы екі айға қандай болжам жасап жат, отырсыздар дейт. Ажаргене атқызы. Мархабад. Казыр, үштірлі сценарий болжамдар айтылып жатыр. Соның енді оптимистичны сценарий дейміз. Ол, мұна ешқандай карантинның, қатан карантинның болмайтыны. Үш айдың ішінде 10 мүмдай адам ауру қанаға түсіп, 30 мүмдай адам ауру мүмкін деген болжам. Енді реалистичны сценарий де де реалистик сценарий. Қазір, мұна өзеріңіз көріп ұтысырсыздар. Қалық көп деген, әлі бана әулементтік оқшанлыңдан дұруды сақтамай жатыр. Той-тойлап кетіпатырған өңірлерді бар. Сонымен қатар осы қай өңірде инфекциял ғошақ болса, сол ғошақта біздің санитарлығы, эпидемиологиялық қызметтеріміз бана айтыпатырмыз, ауыл-ауыл етіп, өндірістік жерлерде шықса ауыр өндірістік жерлерді, сөз жерлерді жауып, барлық байланысты болған адамдар тек серіп, ауыру адамдарын бәріні ауру қанаға жатқысып, сонда жедел шаралар қолданып жатырмыз. Осы ауыру елге тарап көтпесін деп. Шеттегі шекарады дағыда жүргізілі ұжатырған шаралардың қатанғысы ұжатырғаны сол. Егер осы барлық шаралар сақталып, әрбір біздің еліміздің азаматы өзінің жауап кершілігін түсініп, өзінің алдында, басқа қалықтың алдында жауап кершілігін түсініп талаптарды сақтасы, онында ешқандай карантин болмай өтімізе мүмкін. Ал енді реалистік банақ сценарий бойынша, ғотз мүндай адам ауру қанағы түсеттеп күтеміз. Оған дайым біз енді барлық медициналық құйымдар ұсаурудың алдын-алуын уақытында емдеу жөнде дайындық жұмыстар жүріп жатыр. Жауыңызар Ахмет, осырайда медициналық құйымдар өкпені жасанды желдету аппаратмен барынша қамтылған ба? Бұл сұраққа сіз өз баяндаманыңызды жауап берген болатынсыз. Дегенмен қосарыңыз болса. Енді цифр бойынша айтып кетсем, жылдың басында медициналық құйымдардың барлығында 3.294 ұсы өкпені жасанды жеделіту қондырықсы бар еді. Соның ішінде инфекциялық провизорлық ұру қаналарда 1.030-нан астам аппарат болды. Бүгінгі таңда тек инфекциялық провизорлық стационарларда 4.143 жедел жетелікісі бар. Осы октябр қазан аяғына дейін, 5.030-ға дейін аппараттар жеткізілетін болады. Барлық инфекциялық провизорлық ауру қаналардың 15 паезі, керуеттің 15 паезі осы аппарат бене қамтамасыз етіледі. Рахмет, 1-й канал Евразия, Юлия Волкова с нами на видеосвязи. Юлия, добрый вечер. Здравствуйте. У меня такой вопрос, уточнение к вопросу моего коллеги, Багдада Сулбека. Вот вы говорили про несколько зон. Я так понимаю, что недавно Нур-Султан был сначала в красной зоне, потом он перешел в зеленую. Я почему-то думала, что желтое – это пограничное. И мне не совсем понятно, то есть, почему такой скачок – это раз. И вот показатель Р по передаче инфекции, что значит Р больше 1, Р меньше 1? Это передача к одному человеку? Ну то есть, что в этот показатель вложено вообще? Как он рассчитывается? Спасибо за вопрос. Я в своем ответе Багдаду говорила, что показатель Р – это показатель репродукции, то есть, сколько людей может заразить один больной коронавирусной инфекцией. То есть, если он равен единице, то значит, один больной коронавирусной инфекцией может заразить одного человека. Вот этот показатель является одним из критериев. Второй критерий – это заболеваемость за неделю на 100 тысяч населения. Нурсултан был в желтой зоне у нас, да, действительно. Но когда идет мониторинг заболеваемости и расчет показателей заболеваемости за неделю, то вот как раз в этот период Нурсултан перешел в зеленую зону. То есть, соотношение заболеваемости недели к неделе у него не превышало 50 случаев на 100 тысяч населения, и показатель Р был меньше единицы. Можно еще уточняющий вопрос? Что конкретно людям дает вот это вот разделение красная зона, желтая зона и зеленая зона? Например, вот у нас в Бухажираусском районе Карагандинской области введен карантин, да? Насколько вообще это повлияет? То есть, можно ли сказать, что если область находится в красной зоне, то там все закрыто, карантин, никого не впускают, никого не выпускают? Все-таки что вот это разграничение, оно конкретно дает людям? Совершенно верно. Вы говорите. То есть, если регион находится в красной зоне, то это говорит о том, что необходимо вводить строгие ограничительные меры. Если регион находится в желтой зоне, то это говорит о том, что необходимо те карантинные меры, которые сегодня действуют или в регионе, или в стране, они должны сохраняться и должен обеспечиваться контроль за их соблюдением. Если же говорить о зеленой зоне, то это говорит, что ситуация относительно стабильная и возможно ослабление ограничительных мер при обязательном контроле за их исполнением. А касательно работы, например, определенных мест в субботу и воскресенье, на это тоже влияет красно-желто-зеленые зоны, чтобы понять? Да, конечно. Юлия, переходите к следующему вопросу. Уж все, у меня на этом все. Спасибо. Магия Ньюс, Дархан Румбетова. Дархан, добрый вечер. Пожалуйста, ваши вопросы. Здравствуйте. Мой вопрос касается медработников диагностического центра в Шемкенте. Это 70 человек. Они подали заявки на 42 500 тенге. Сейчас органы прокуратуры ими занимаются и требуют до конца этого дня вернуть эти деньги. Известно, что никакой помощи от Минздрава данная категория медработников не получала. То есть они остались сами по себе, со своими проблемами, как говорится, обделенные. Не было никакой поддержки и помощи от Минздрава. Чем вы сейчас можете им помочь в данной ситуации? Я хочу отметить, что зарплата медиков, вот именно медицинских сестер, там варьируется от, ну в общем, до 90 тенге. То есть сейчас им требуют вернуть половину зарплаты, на 42 500 тенге. И они берут сейчас кредиты. Хотя до этого брали деньги на то, чтобы купить медикаменты, пройти ПЦР-тестирование, рентген и так далее. Спасибо за вопрос, Дархан. Марат Ютгевич, пожалуйста. Спасибо большое за данный вопрос. На самом деле мы знаем, что такие ситуации происходят, возможно, не только в городе Шымкент. Что касается города Шымкент, мы этот случай разбирали с управлением здравоохранения. Мы знаем, что данный центр не участвовал в, так скажем, как провизорный центр. Но, тем не менее, лаборатория его участвовала в рамках субподряда и помогали они другим медицинским организациям. Итого порядка 12 медицинских работников именно по диагностическому центру города Шымкент получали соответствующие надбавки за противоэпидемические мероприятия, за риск. А также 6 человек, из которых получили заражение, получили компенсации в размере 2 миллионов тенге. Да, имеются и там и случаи летальные, смертные случаи, которые также были охвачены, включены в списки и получили соответствующие выплаты. Что касается вот этих 42 500, я скажу, что данный вопрос не входит в компетенцию Министерства здравоохранения. Однако, в рамках той работы, которую делает сама медицинская организация, нами проводится, мы достоверно знаем, что внутри самой медицинской организации по медработникам, заболевшим в частности, предпринимались меры, так называемые, социальной поддержки за счет собственных средств. То есть порядка до 135 тысяч тенге за счет медицинской организации было выплачено медикам в разных размерах, то есть заболевшим и в виде премии они тоже эти деньги получали. Спасибо. Спасибо, Дархан. Ваш второй вопрос. В разрезе, ладно, не на город, возьмем в разрезе на страну. Судя по всему, везде сейчас идут эти проверки и всех заставляют вернуть эти деньги. Как вы считаете, в период эпидемии медиков всех возводили в рамках героев, гуманно ли сейчас, на ваш взгляд, требовать с них вернуть эти средства? Еще раз повторюсь, данный вопрос не входит в компетенцию Министерства здравоохранения, нужно будет обратиться в полномоченный соответствующий орган. Спасибо. То есть с Вашей стороны Вы не будете предпринимать никаких мер в этой ситуации, как Минздрав? Я Вам только что пояснил о тех мерах, которые мы как Министерство здравоохранения проводим, провели. И что касается вмешивания в деятельность другого государственного органа, то у нас на это нет таких полномочий. Спасибо за ответ. Я перехожу к следующему вопросу. Казахбарат Аяну Рыбай. Нарсалдан Каласындағы номер 1-ші көппейінда Аурухананың жұмы медициналық өтемақы алалмағанын айтып, елбасмен президентке хат жазып жатыр. Аталмыш Ауруханадағы дәрігерлердің көпі коронавирус жұқтырған жағдайда науқастар алтында өзінің функционалдық міндетемелерін орындағанын айтыпты. Осы Ауруханадағы дәрігерлерге медициналық өтемақының берілмейуінің себебі неде бұл мәселе қалай шешіліп жатыр. Бұл сұраққа жаңа Марат Мұрза жауіп берген болатын, дегенмен әріптесім қазақ тілінде жауіп беруді сұрап жатыр. Көбір Ахмет, жалпы Нұрстан қаласы бойынша жағдайды біз жақсы білеміз. Комиссия өшен берінде 1398 медициналық қызметкелеріне жаңағы компенсацияны өткізді. Өртасында жаңағы қайтыспылған медициналық қызметкелерді бар, өлірнің өтпасларна, өміліон өтпасна, өміліон өтпасна, өміліон өкшат өлінде. В целом, я хотел бы здесь пояснить, что данная ситуация по 1-й городской больнице, она находится на особым контроле Управлении общественным здравоохранением города Нұр-Султан. Мы знаем эту ситуацию, когда медицинские работники с легкими симптомами продолжали работать, но в то же время здесь имеет место определенный конфликт законодательства, так как человек находился на рабочем месте, получал заработную плату, ему в это время параллельно начислялись и надбавки за риск. И ввиду отсутствия подтверждающих документов заболевания, региональная комиссия была вынуждена отклонить данный случай. Вместе с тем, поскольку данный вопрос сейчас находится на особом контроле Управлении здравоохранения, всем этим медицинским работникам, которые, несмотря на, так скажем, свой статус заболевания, продолжали оказывать медицинскую помощь населению, будут дополнительно рассмотрены премиальные выплаты за счет средств медицинской организации. Спасибо. Спасибо за ответ. Дамира Абдрахманова, телеканал КТК. Известно, что уже на этой неделе будет смягчен локдаун выходного дня, а с понедельника откроются кинотеатры. Однако послабления введены только для городов из так называемой «зеленой зоны». Скажите, пожалуйста, какие конкретно города и области в нее вошли? По каким критериям происходил отбор, если сейчас в регионах посовместно ужесточают карантин? И в какой зоне находится столица Казахстана, в то время как еще на прошлой неделе министр Цой отнес ее к красной зоне? Альга Серпаевна, вы уже в ответ на вопрос Багдата Аслабека ответили по критериям. Пожалуйста, скажите, послабления введены в городе… Я прошу прощения, скажите, какие конкретно города и области вошли в «зеленую зону»? И в какой зоне находится столица Казахстана? На этот вопрос я тоже уже отвечала предыдущему журналисту. На сегодняшний день в «зеленой зоне» находятся все регионы, за исключением Восточно-Казахстанской области. Восточно-Казахстанская область находится в «желтой зоне», в «красной зоне» регионов нет. Но я бы хотела акцентировать внимание на том, что послабление карантинных мер и смягчение локдауна выходного дня, оно возможно только, если регионы находятся в «зеленой зоне» и если заболеваемость за последнюю неделю не выросла. Не отмечается рост заболеваемости в сравнении недели к неделе. На этом я бы хотел акцентировать ваше внимание. Спасибо. Спасибо за ответ. Казахбарат Марлан Жембай. Мектеп окушылары 2.90-да «Калай оқида» Денсаулық Сақтау Министерлігі бұл мәселеге қатысты шешім қашан қабылдайды. Мархабад. Балардың мектепке бару жөнде мәселе эпидемиалық жағдайға байланысты болады. Яндай, мына өкеметтің жаңдағы ведімісті баралық комиссия күнді жұмыс жасау отыр. Ол комиссияның құрамына білім және ғылым министерлігі дек енеді. Сондықтан эпидемиалық жағдайды күнді қадағалау отыр. Бұл сырақ кезінде шешілетін болады. Қазақстанда 26-шы қазаннан бастап кинотеатрлар жұмыс істеуді бастады. Алайда елімізде шамамен күн сайын жүзден аса адам коронавирус жұқтырғаны анықталып жатыр. Елімізде неге кинотеатрлардың жұмыс істеуіне рұқсат берілді? Бұл шешім неге сүйеніп қабылданды? Ажар қаным. Кинотеатрлардың жұмысы жасыл аймаққа кіретін аймақтарға ғана ұлқсат берілді. Бана айтып кетті, санитарлық дәргерлер егер тек эпидемиологиялық жағдай тұрақты, ауырудың ұшығы жоқ аймақтар болып табылады. Кинотеатрларға барғанда коронавирус жұқ инфекцияның таралыуын болдырмау мақсатында министерлік белгілі талаптар алгоритмдар бекті. Олар мұна күру білиттерін мүмкіндігінше онлайн режимде сату, залдардың толығын 30%-дан аспау керек. Сонмен бірге отырғызылу арасында да элементтік арақашықтылық сақталу керек. Залдарды дезинфекциялы үшін кемінде 30 минуттық сессиялар арасында өзіліс сақтау керек. Элементтік арақашықтықты маска режимін сақтау керек. Әбетті ашылғанға дейін дезинфекциялы құралдарын қолдана отырып жалпы тазартып тұру керек. Креверстегі қызметкерлер келушілердің денек қызуын масқысын бәрін бақылау отыру керек. Жеделдету және ауа баптау жүйелері өздікші жұмыс шасау керек. Сол кинотеатрлардың бәрін санитарлық дәргерлер, қызметкерлер тек серіп, сосын жекеліп ұқсат беретін болады. Егер бана ғайтып кеткен барлық шаралар сақталған болса, оларға жұмыс шасауға ұқсат берілет. Тек тұрақты жағдайды. Ажар қаным, кинотеатрлардың және сауда үйлерінің ашылуы коронавирус жұқтыру дерегінің көбеуіне ұқпал етпейме? Қазір, мұна сауда орталықтарына баруға да ұқсат беріп жатырмыз. Мұна асқаналарға, ресторандарға да баруға ұқсат беріп атырмыз. Сондықтан бана талаптарды сақтап отырып, осы кинотеатрлардың ашуына да ұқсат беріп жатырмыз. Егер жағдай ұшығатын болса, онында қайтадан кинотеатрлар жауылатын болады. Рахмет жауабыңызға Дана Руслан қызыз, Дан Кезет. Қазір, шетелден пітер тестілеусіз келгендердің барлығы қонақ өйлерге жатқызылып жатыр. Шетелден келген әр адамның жатын орны, тамағы, тестілеуіне жалпы қанша қаражат кетеді? Бұл шаралар үшін бюджеттен қанша ақша бөлінді? Енді қалықтың қауіпсіздігі үшін әрбір шетелден келген азаматы тексеріп жатырмыз. Шетелден елге бана жұқпалауыруда алып келген жұқпадеп. Сондықтан да бюджеттің саласынан ақша бөлініп, бұл күсілерге карантиндік стационарға жатқызып, үйкігін тексеріп, егер тек қана ауру болмаса ғана үйлерінен жіберіп жатырмыз. Я қаражат бюджеттен бөлініп жатыр, осы күнгі дейін 90 миллиондай тенге қаражат бөлініп жатырмыз. Бірақмет жауырыңызға, дүниежілік денсаулық сақтау үйімі коронавирустың екінші толқыны жоқ деп мәлімдеді. Алайда Қазақстан екінші толқынға дайында алып жатыр. Мұны қалай түсіндіресі? Баяндамамды айтып кеттім. Бүкіл бізді қоршау отырған мемлекеттердің шетелдегі эпидемиалық жағдайлардың ұршып жатырғанына, күнне қанша мұңдаған адам ауырып жатырғанына тәуілігіне. Сондықтан да сақтықта қорлық жоқ дейді елді үстіп қауіпсіздік шараларын жүргізіп жатырмыз. Және де егер банағы жаздағдай жағдай болса, біздің медициның құйымдардың дайын болу керекен ескері отырып, дайындық шаралары жүргізіп, дайындығымыз болу керек қосындықтан дайында алыжатырмыз. Рахмет, Марат Едыгеевич, коллеги просят уточнить, точнее конкретизировать ответ ваш. Обе единовременные выплаты из государственного фонда, то есть и за заражение, и в случае летального исхода отменяются? Отменяются обе единовременные выплаты из социального фонда, прошу прощения, из государственного фонда, то есть и за заражение, и в случае летального исхода? Глава государства было поручено обеспечить безукоснительную выплату по 182 случаям летальных исходов медицинских работников. Дану работу мы сейчас завершили. Что касается отмены по приказу, он действует и на случаи заражения медицинских работников, и на летальные исходы. Как мы говорили ранее, сейчас заражение медицинских работников должно стать неприемлемым на рабочем месте. Соответственно, конечно, это будет большой трагедией, но в случае возникновения таких случаев впредь, данные вопросы будут рассматриваться за счет медицинской организации на местном уровне. То есть данная норма приказа будет утрачена как для заразившихся, так и для погибших медиков. Спасибо за ответ. Атамикен Бизнес, корреспондент Мирамгулев Салкимбаева. Усиление карантинных мер всеместно по всему республике Казахстан или каждый регион будет делать по-своему? Ажан Сирпоевна, пожалуйста. Сегодня в масштабах страны, как я уже говорила, принято на межведомственной комиссии решение о том, что усиливать контроль в масштабах страны будет на пунктах перехода государственной границы. То есть это в пунктах воздушного перехода или прибывших авиарейсами и среди автопереходов, то есть лиц, которые будут пересекать государственную границу в автопереходах. Если же говорить об усилении карантинных мер других, то в настоящее время в масштабах страны пока на сегодня они не планируются, но проводятся локально в каждом регионе и с учетом ситуации как в регионе, так и в населенных пунктах. Ажан Сирпоевна, почему перестали проводить дезинфекцию в подъездах и дворах? Будут ли работы возобновлены? С учетом стабилизации эпидемиологической ситуации повсеместная дезинфекция дворов, тротуаров, как вы помните, она проводилась в период ЧП, на сегодня не проводится. Но вместе с тем при выявлении случаев коронавирусной инфекции обязательно проводится заключительная дезинфекция, как в местах, где проживают люди, которые заразились и заболели. Спасибо за ответ. Ажар Гениатовна, на ответ Асана Анарбайла вы сказали, что 672 пациентов с коронавирусом умерли от сопутствующих заболеваний. Это официальная информация? 672 пациента имели сопутствующие заболевания коронавирусной инфекцией. Это официальная информация? Благодарю. Уважаемые спикеры, благодарю вас за уделенное время. Позвольте на этом завершить нашу пресс-конференцию. Уважаемые коллеги, благодарю и вас за активное участие. На этом мы завершаем прямую трансляцию службы центральных коммуникаций. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!